Здравствуйте друзья, сегодня будет информация о серенках свежих, которые были нарезаны в течение двух последних недель. Каждый год в футболе почти до декабря, потому что мой принцип полное высыпание недели, но еще не до 30-40 градусов, когда могут быть подмерзания почек. И такое случилось. Итак, что мы имеем? Мы имеем отличие от 1922 года. С нашей компанией его был Тотар Владимир Александрович, наверное, потому что у него был такой суперурожай, который появился своим минусом. То есть, мало было черенков, достаточно товарного вида. Вот, поэтому остались железами Чернобаева. Напоминаю, что Чернобаевым 90% посадочного, соответственно, в привычных материалах когда-то перекачивалось в моем саде. Отсюда и возможность мне без озрения совести брать чередки на продажу для вас, в том числе и сада Чернобаева. Я для объективности пушком, как писал, железом чердобаев. Ну что, поехали. Там, где сегодня все-таки должны, это лучшая коллекция в России. Если говорить о качестве плодов, и о качестве чередков. Вот, кстати сказать, о качестве чередков я все время плохо готовлюсь к фильму. Чего-то выражается. Фотографии, 23-й год. Вот так они выглядят сейчас. Вот это тут. Тимофей Николаевич. Это будок и будущее садовод. Видите, вверху. Вот по этой вверху он сейчас тут отрежет. Вот. Это мой гость. Прямо в этой же квартире, где мы сейчас находимся. Он приехал из Абакада, купил вот эти чередки. А до этого он вырастил по двое. Как раз, чтобы все это ушло в дело. У него будет один лучший садов в Сибири, автоматом. Причем даже не зависимо от его желания. По двое это были мои железушки. Вот. Еще. Еще, еще. Еще. Да. Вот так я их высылаю. Видите, это готовила моя помощница, моя племянница Юлия Сергеевна. Она же Бельникова. Часто видите, на квитанциях вместо фамилии Железова. Фамилия мне великого. День, кто даже пугается. Вот это то, что я высылаю. Видите, это сразу тем, кто там получил штук 60 сразу было заказано. Ну а супер посылка. Вот она из 150 седенков. В качестве вы видите. И одной халтурной. Вот это была супер посылка. Вот это будет сад. Нет, это будет не сад. Это будет садище. Посмотрели. А теперь попробуем расшифровать каталов. Дело в том, что многие... Да и сейчас на телефонах много чего, мало чего видишь. Я решил текст добавить еще и ауди, и звук. Итак, 2021-2024 год. Черенки. Ниже лучшая в мире коллекция черенков, сортов и клонов. Заметьте, что такое клон. Это значит, что если написано какое-то слово. Например, Фаид, вы никогда не найдете ни в одном этом официальном справочнике. Это слово присвоил я железом его. За то, где есть свои основания, у меня есть свои правила игры, свои причины. Вот. Не мог я упустить такой момент. Идет год за годом. Друга теряет возможность. Вот эти клоны. Мои превратить в сорта. Пошли уже не годы. Пошли уже десятилетия. Жалко. Итак, цена на зиму любого черенка, кроме першика, 200 рублей. Вот. Черенок першика 300 рублей. Почему? Первый уникальный сорт образцов и клонов. Уникальность. То есть, вы можете черенок першика где-то заряжать в Краснодарском крае. Кстати, по силе. Подмосковье. Здесь бывает, это редко случается. 95% это привоз с этого. С юга Европы. Ну и, в общем, даже самые важностойкие, по официальным данным, наши уже работали, работали. И 20 лет, 28 градусов, это предел, это официальная цифра. То есть, першиком не укрыты в России делать нечего. А за что я тогда беру 300 рублей? А вот за то, что где они не укрыты. Итак, про уникальность я сказал. Вот. Зарезка в начале зубы и вынужденная порча деревьев. Это тоже очень важно. Я калечу при дереве. А для этой деньги беру. Это означает фактическое уничтожение части уникального сада ради распространения. Так, сейчас проверим запись. Ага, вроде идёт. Так, черепи для перебывки. Рассылка. Ноября. Весне под ответственность заказчика. Так как возможно, ради непрогреждения. Тёплые помещения в почтовых отделениях. Другие стороны. Пересылка по почте. По обстоятельствам реального времени. Вот. Что мы имеем? Ну, колено отправлял? Отправлял. Теперь нет. Почему? Догадайтесь на один раз. Вот. Белоруссия. Последняя посылка небольшая. С терриками стоила 1907-1920 рублей. Если это не смущает, то пожалуйста. Наверное, недели-две идёт. Но я точно сейчас не скажу. Ещё Казахстан. Популярную вещь. Последнего пытался отговорить. Во-первых, он ещё не знает, что она обошлась. Сейчас скажу. Она обошлась. Ну, примерно 1800 рублей. Вот. У меня ещё, мне позвонила Юля. Помог, сказал, что те, что здесь садрались. Её что-то около 2000. Так. И... Человек ещё не знает, что ему надо заплачивать. Вот. Раз. И... Второе, это то, что цеху я пытался отговорить. Главное, не из-за этого. Потому что последние посылки шли дней 25. А он сказал, ничего, я уже последнего, конечно, к нему пошла 20 дней. А 20 дней они их не портят. Особенно в зимнее время. Решили, что ты искал. Ну, лишь 100 тысячу заплатить. Перьез. Так. Садоводы обходят обстоятельства реального времени. Организуя отправку посылок. Их жарится сами. С помощью жителей. Пригорируйся городом. Да, такое бывает. Фотографии ниже. Примечания. Плюсики. Это то, что в наличии. Бинусик то, что уже закончилось. Право за беды на моём смотрели. Если от приёма заказа за оплату, больше двух суток. Двое суток я вам гарантирую, что в шестом вас доказали, будет. И оплатили. А если заказали, а прошёл третий, всё, то пятый день. У меня за это время. То то кончилось, то то. И вот какой час, допустим, я подвезал мелбу. Буквально вчера тоже закончилось. Ну и всё равно скоро закончится. Всё закончится. Скорее всего, до декабря я буду точно закончиться. И вот получается, опоздали, я сам заменяю постепенно сорта. А, сорта Б. Так. Вот это соответствует убераться. То есть, каждый ещё имеет фотографию. Академик Железов. Железово это не название. Железово это значит саду Железово. Вот. Уточняю. Вам, как раз я наряжу сельских деревьев, уже пошло раз, как-то, ну, в науке есть такое слово, расщепление свойств. Правда, оно касается сельцев, а у меня касается и ещё и примирок. Академики начали расползаться. Терять свой хвост и так далее. Я сейчас на всякий случай, всё-таки это в чем-то фильм, согласитесь, что это так. Сейчас я покажу несколько академиков, там, где это может любой проверить, и вернуться к этому самому. Вот. А что именно, сейчас скажу. Вот. Вот сюда зашли и зашли на мой сайт. Так. А на этом чудесном сайте есть фотогалерия. Сейчас я, где у меня побольше эти фотографии, вы понимаете, что это вам снится. Кто осознает, что это не снится, в любом позиции. Кто считает, что это не снится, будет спокойно смотрит дальше. Сейчас поищу, где. А это я год за годом, от последнего года, прежним. Вот уже 19-й год. Видите? Вот уже 16-й, 17-й, так. Вот. А, ну, допустим, это 13-й. То есть 10 лет назад они начали расползаться. Поверьте, нет. Сейчас я буду искать. Ну, допустим, здесь еще какое-то условное название носик есть. У этого. Смотрим сюда. Уже и окраска немножко другая. Сейчас будете чокаться. Смотрим сюда. Практически круглая. Вот. Сюда смотрим. Это все еще один. Академик. Это сразу дерево. Это вообще непонятно, что это за самое. Как говорится, черти что, и сбоку мальчик. Вот. Ну, чтобы не возвращаться, скажу. Королевские те, по крайней мере, еще. Все еще королевские. Так, ладно. Нет тут еще какого-то. Вот я хотел показать более устоявшейся формы. Сейчас найду, может быть. Где четко выраженный нос. Вот это. дошел. Видели? Видели? Вот попробуйте, скажем, что вот это вот с одного дерева, одно и то же. Так и хочется протереть этот самый. Этот крупный спошел. Вот так посмотрели. Это я все рассказываю про каталог. И так академик расползается. Возможно, со следующего года мне надо свежий урожай. Вот такая. Если будет свежий урожай. Нормально. Я скажу, дерево академика отдельно фотографию сделаю. И так же, как садовья маджурца, каждое дерево сильно различается. Вообще не похоже. Ни по расцветке, ни по крупности, ни по этому. Даже не по вкусу друг с другом. Поэтому я академик вот так же. Академик номер раз, академик номер два, академик номер три. Вот так придется мне делать. А то может я тебе один академик, а вылезет другой. Я и так рискую попасть под это. Под шквал критики. Академик неправильный. Так. Амелькоз, крупнодополный железо. Вариат академика я вам в том числе показал. Чуть выше. Королевский показал. Абор. Там фотографии будут. Я может быть чуть подробнее тогда. Там останавливаюсь. Вот. Что-то... В общем, комментарии по фотографии позже. Да, например, тут. Ассортисты, наверное, жуткого абрикоса. Что я придумал? Не просто нарежать там где-то есть 15 грамм, 15, 10, 18. Нет, это не серьезно. Я выбрал двух деревьев самое крупное. Они еще безымянные. Даже не входят они в 2005. Я выбрал два именно сельца обора, ой, поджирского абрикоса и зарядил щенков. А там были последний год. У меня есть самые достающие фотографии, самые достающие фильмы. Я демонстрировал крупный план. 30-40 грамм. Вот так вот. Вот. А это интереснее еще. Что будет у вас? Рядом растет. Кто? Королевский. Рядом растет канадская монетова. А? Что будет? А вот еще крупнее. Ну что? Ассадик крупный поддых абрикоса. Знаете, почему нет названия? Я бирки потерял. А вот. Поэтому хотите, чтобы у вас было побольше вариантов? Пожалуйста. Не хотите? Потом все-таки выброшу. Фаина этот центральной гибрид. Я о нем много рассказывал. Вот. А тоже потом все расползлось. Идеальное дерево было у меня одно. А потом расползлись. А я по энации пишу Фаина. А это уже не Фаина вовсе. Она не похожа. Вот. А вернется у вас на ваших привыках качество этого же потерянского дерева. То есть через родителей внуки будут похожи на бабушку Фаина. Я не знаю. Как далее? Шалах. Черный обликос. Битюринский. Шалах я в этом году только включил. Это любимый сорт украинцев. А я откуда роду. Правильно? Петр Великий. Сто раз про него рассказывал. Семьера Фаина. Представьте себе, Фаина умерла, а ниже прививки вылезла. Прекрасная сорокаграммовая деревья. то есть сорокаграммовая плоды. Ниже прививки. Что я должен думать? Это еще один вариант получил с Базурского прикоса, но так как он очень похож на Фаина, которая за границей, то есть выше прививки была. я не стал людям головы оборочить и принципиально приведил слово Химера. Химера долго не живут, а у меня там уже взрослое дерево и пограть не собирается. А слово Химера с презрением против меня обратили показывая пацану. Ха-ха, уже я знал Химера. Пожалуйста. Химера говорит, вы думаете я на вкус потерял, или вы думаете отравиться, или думаете это ГМО, нет, ребят, вот, нет, завидуйте. Когда-то я люблю немножко раскрашивать свои рассказы, скучные, грустные. Однажды рассказывал тот из приближенных Сталина. Вот. Значит, перед заседанием политбюро к нему пришел один из членов и говорит, у нас проблема. Вот, секретарь комиссарской организации крупной области домогается своей капсомолке девушки. Она отказывает этого очень что мы будем с ним делать. Это, так сказать, это очень нехорошо, надо решить его судьбу. Сталин промолчал. Идет заседание, все вопросы решили, Сталин молчит. заказывается заседание, все разошлись, а этот член политбюро остался и говорит, ну, что мы будем делать с этим негодяем, с этим чертарем комсомольской организации? Сталин думал, думал, потом говорит, как что делать? Завидовать. Вы поняли начальника? У меня химера. Завидовать. Слева, что про них говорить? Сало, как сало, слева, как слева. Китайские красно-желтые, красно-синние, ветераны, они тут появились 50-60 лет назад, основном благодаря Суботинской этой самой научному саду. Радошлись, если же остановить невозможно, даже отводки дают. Даже стараться не надо, успевают капывать. Но хорошие. Красно-синние используют еще как подвой. А кому-то веточка, ведь она же скромная считается. Красно-желтая, нет, они не такие скромные, они вкусные, они достаточно крупные. Но кому-то надо дистилляться. Ведь покупают, пусть каждый десятый, но покупают, остальные характеристики, когда зайдем на фотографии. А я опережаю свое время. Но с другой стороны, вдруг фотографию не станет. Поэтому кое-что подсказывает. Персики, красавчики, милосинские, это надо видеть. Вот, я еще не использую здесь фотографии с этого, чужих садов, куда они перешли в виде семечек, косточек и привитых. Вот, ну поверьте, это феномет. Оба неукрованные. Это феномет, потому что официальная наука дает 28-28 градусов. Самый лучший. Что это есть пока Вишня Жуковская. Волочная. Вишня Жуковская, она у меня с генами черешни. Я боюсь добавлять слово с генами черешни. Почему? Кто-то будет надеяться, что она будет черешней. Прививка. Я же веточка вышла. А вдруг, а если вдруг Вишнева, а вы скажете, обманул, поэтому боюсь, что здесь добавить, где она медь черешни. Если волочная, покупают, я даже не знаю зачем. Я как-то забываю спросить, зачем. яблони, розмарин, шедемр, ротмиоба, шедемр, лимонка. А, господи, исправляю срочно, вчера нарезал ротмиоба, там уже было кончено. Я режу не сразу, а по чуть-чуть, чтобы у меня долго не залеживались. На дереве надежно, суперморозов-то пока нет, лимонки нет, фарбел, я все время забываю, фарбел, почему бы, нас так, то куда годят, то чего торопит. Давайте мы наберем фото, куперасно делаем, яблони, а, бел, л, л, подбудь, ел. Дело в том, что мне чердобай угощал, раз, чердобай нарезал, два, и только недавно сказал, да это дочка в этом, белбай. Ну вот тогда все правильно, все правильно, слово обыкновенное мне не нравится, яблони обыкновенные, короли, они обыкновенные, вот, ну ладно, без обмена, без обмена, фильмы вы и видели, видели, идем дальше, так, слава бичурицка нету, до иерийского нету, все закончилось, молден есть, яблоки, это 550 грамм, это вам не шутка, вот, бельфор китайка, это лучший сорт, бичуриц, не нуждается, квинти привез с Украины, размножил, и я размножил чердобая, это не сорт, это сказка, вот, а потолбатильский, слава богу, вчера несколько штук нарезал, вчера только, и вот, через неделю закончится, лоб одет, а ледушка закончилась, коричное несколько штук нарезал, Атоновка несколько штук нарезал, все на грани честновения, Московская кружевка нарезал, кадиль и бедовая и папировка зависит от того, вот сейчас сегодня закончится резать для питомника, может быть, там парочка челенков отрежу, может, тут три челенка, посмотрим, вот, свекольная еще есть, сейчас только звонил Юле, ну, там, по-моему, эти два-три, ну, груша у меня порядок, сварок, лесная красавица, лесная красавица, шелева, нарядная пива, шелева, кардановская, уссурийская дикая, вот, что думаете, не заказывают дикую уссурийскую, это, просто есть люди, умнее нас с вами, хитрее нас с вами, предпринимательнее нас с вами, вот это будут сады, когда они обезоносатся, причем, семечка, то есть, еще урожая, да, хотя берут охотно, вот семена, уссурийская дикая, берут охотно, и сразу до них плевают, а вот уссурийская дикая семечка вырастить до урожая, чтобы иметь свой матыш и сад подвойный, это не каждому дано, нет, хитрее, берут дикую уссурийскую, плевают там, свою культурную, вля, вля, вот тебе это, через 2-3 года уже свой подвой готов в виде плодов, ну как, уберем бездатель, космическая, ой, какая вкусная, высшая лига, скороспелка бичуриная, тоже, здрасте, скороспелка-то кончилась у меня, так, опарочку черенков, есть, успею стереть, плюс, враморная, это, шедевр, лата, шедевр, воронежская, шедевр, люткиевая, шедевр, так, егат подмосковья, 4 череночка, все, я уже хочу ограничивать, не больше, одного и так далее, чужевская, память Яковлева, шедевр, монастырская, шедевр, память Тоденкова, шедевр, среднерусская, шедевр, понимаете, что все это чисто сладкие, декабская, я не ожидал, когда был в этом году первый урожай, небольшой урожай был, дождался зимы, тогда, как раз пробовали, висят, 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 никому не висает, до зимы довесели, попробовали, да, действительно, зимний сон, мало за вкусы, так, теперь важнейший момент, будем заканчивать, хотя бы, эту серию, бои, подвое, полевое, имеют почти абсолютную, взаимную, биологическую, совместимость, ой, где слово, почти, можно убирать, а значит, предельная, морозостойкость, вот вы понимаете, в чем дело, почему часто, ведь, вот, выдерживает 40, вот сделаны здесь прививок, половина бертвых, и, допустим, где-то достали подвой, где-то привой, этот, допустим, на Дальнем Востоке, наоборот, на Дальнем Севере, ой, на Дальнем Юге, на Дальнем Западе, и давайте совмещать, итак, половина бертвых, вам же надо было в стоке подвой, а вот согласиться, южный привой принимать, или в нахрен не нужно, вот, итак, вам 10 привых сделали, половина бертвых, из оставшихся, 4 умерли в ближайшие 1-2 года, если 1 остался уже, вот с ним вы будете работать, вы будете работать, как я, 40 лет, чтобы потом гордо, вот это все показывать, потом вот это вот, вот это вот, вот это вот, понимаете, где-то у вас эти шансы, дальше, это я так, тренируюсь, где-то у вас 40 лет, значит, и семена, все это листаю, и семена, и чертки, торжевые с одного сада, тут уже, если вы добавили, это самое, о культуренной сибирке, племете голден, яблоки размером, 500-600 грамм, а? Или, допустим, это самое, если мы эту грушу, вот, малюхонькая грушка, она называется, уши риская дикая, несъедобная, примете, и вдруг, с первого поколения, у вас, прекрасно приживется, гигант Подмосковья, или, лесная красавица, которая, 300-400 грамм, весна, из 10-ти, там же 9-ть-то у вас будут, вы чувствуете разницу? Одна из 10-ти, если Бог, а скорее всего не одной, или 9 из 10-ти, или 10 из 10-ти, вот качество, вот это, ради этого я говорю, именно это, мой питомник, существует, это 40 лет, моей работы, это уже считается, 200-300 рублей, это уже считаете ли цена, это слезы, вот, вот о чем речь идет, мой вадикальный, по оборудовательности, по культурности, по качеству плодов, по качеству черенков, по качеству себя, так же еще сохранить, она умеет, вот, и научить вас, чтобы восхожесть была под 100%, вот, и качество саженца, все это в единственном на планете, таком питомнике, второго такого нет, ладно, уговорили, показываю, только сейчас, то у меня дошло, что-то без этого надо показать, я это готовил для, я это готовил для, сейчас, это материал для моего следующего семинара, вебинара, вот, я сейчас покажу это письмо, и вы поймете, 95, 99, а где-то все 100% попадаются на это, вот, и получают, и получают для ВА, вот, где никто не заставляет торопиться, вот, поэтому, сейчас бы сделать, поверьте, а то трудно ориентироваться, где-то, это вот тут, это по неделю, будьте добры, присутствовать, увидите, чем отличаются, саженцы от саженца, сад от сада, как вас учат убивать деревья, хорошо учат, вот, вот, это вот мой друг, который, вот, такие даже уникальные делают, прежде всего, это к теме, да, к теме, только заказать надо у меня, вот, хороший мастер, но не распространяет, вот, как вам реклама пойдет, только я не девушка рекламирую, не племянницу свою, а даже, так, теперь, вот она, Светлана, попалась, голубушка, сейчас мы с тебя сделаем котлету, вот, Светлана, и это Светлана, я представляю, производитель посадочного материала, техники для садов и ситарей, весь товар от производителя, ну, что, нам этого легче, что из Италии, последующий материал, косточковая культура, черешня, замерзнет 100%, слива замерзнет, перчик замерзнет, гектарин замерзнет, скабрикот замерзнет, семечковая культура, яблони замерзнет, груша замерзнет, орехи грецкие замерзнут, медаль, не знаю, хрюдук замерзнет, это все, кимия, курма, граната и жир замерзнет, виноград, я в винограде не специалист, ну, а дальше, материал, который применяется в саду, это ради Бога, даже можете, жалко, что львов, вот, пожалуйста, легко найти, видите, так, теперь, копируйте, если вам это надо, только не сажется, ради Бога, и вот получается так, что из этого можно спасти, яблони, груши, сгриют под снегом, яблони под снег, будут несколько лет, промучиться, прежде чем сдохнуть, вот, из этого всего, слива, слива, она терпит плаву, она может, но она не любит под снегом, в общем, получается так, если вы все это с Италии выпишите, прощай, Вася, я призываю вас, вот, вы поняли, да, 95, 90, или 90, или 100%, у многих регионов, это все как раз оттуда, и не блядь цветами, вам легче будет, если это будет из Голландии, вам легче будет, если это будет из Сербии, вот, легче, даже из Польши, ведь все равно у нас замерзут, вот такие дела, только сейчас, мелькало, чуть-чуть, я тут занимался там, питомкой, значит, и вдруг, омский планопитомник, я не говорю, какой именно, ну, там серьезно, ну, что там, что есть, черешня есть, ой, вот, только вот, ни одной черешни в Сибири нет, а, спросите у них, где они берут, мне кажется, откуда черешня, а, догадались, одного раза, вот она, эта черешня, вот она, вот, с юга, планеты, вот на этом я хочу закончить, если будет, вторая серия, давайте чуть-чуть полистаем, мы с вами посмотрели, чего есть, чего нет, видите, виткерка розовая, прохлопали ушами, уже нет, вот, виткерка розовая, ну, а дальше, я рассказывал про абсолютную взаимную биологическую совместимость, и это хорошо, вот, итог, то есть, вот эти работы, все исправляем на 39, вот так вот, нет, вот так, еще год прошло, и вещи, аналогов, на всей планете, ну, что-то тут еще можно почитать, да, вторая серия запрашивается, запрашивается, это вот, вот эта информация, вот, вы что думаете, детство вертое, это что, это целая книга, вот, а вот это телевидение снимало, у меня в саду, вот это телевидение снимало, у меня в саду, вот это любительское, но, но, практически профессиональное, избранные статьи, около 200 штук, это не имеет аналогов, опять на всей планете, когда меня выберут, там эти, журналисты, как-то, отчетные еще какие-нибудь, вот, семинары, ой-ой-ой, оставляйте, что творится, и как прививать, и как не прививать, оцена, 10-300 рублей, с мяса же будете, если прочтете это, правда-правда, 300 рублей диск, отдельные материалы, для того, чтобы лучше бы работалось с черенками, вот еще, 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 вот, ну вот, пожалуйста, клики вам, такой не видать, а это все пойдет во вторую серию, все, друзья, пока, там же еще пойдут фотографии, и вот эти фотографии, да, вот, я могу немножко подробнее установиться, кто-то скажет, что ли это такое, да, какой хрен этот самый, что ли это такое, и где его уже купить, да нигде, крупноплодная железа, где-где, только у меня, все, друзья, я заканчиваю первую серию, как назову, как-то надо назвать, покруче, чтобы захотелось, заглянуть сюда, вот, и иметь сад, и хуже, до свидания, пока. Субтитры сделал DimaTorzok